Что находится рядом со мной? Резиновое изделие, резинотехника. И даже невзирая на то, что это находится в подвале помещения, где это помещение находится, вокзальная 82, доехать далеко вообще несложно. То есть это самая единственная точка, где пересекается вокзальная и советская. Последний дом, настоящий пятиэтажный дом. Вот в подвал сюда заходите и посмотрите, что такое резиновое изделие. Вы слушать не хотите, а придется. Без разницы где, а город нас небольшой, без разницы когда. Но если цена адекватна, и используя телевидение, раскручивается все, 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 все. Конечно, возникает вопрос про цену, про аренду. Вот тогда, где аренда ниже, и ценники тоже опускаются вниз. Опять не в попад. Попад, говорю я. Вокзальная 82, въезд с севера, и вот такой обалденный ассортимент резинотехнических изделий. И это то, что нужно для всех. Для всех. Для автомобилистов, для всех ремонтников, всех от стиральных машин, и до комбайнов, и вертолетов. Все есть. И перед ознакомлением я вилы воткну в бок тем, кто продает подшипники. Вы типа крутые. И вам не нужно телевидение. Так вот, вам вилы с вензелем. Любые подшипники, любые есть здесь. И вы поймите, что на ваши подшипники здесь цена меньше. Вилы в бок, а то. Так вот, почему вы сюда зашли? Потому что мы вам показываем о том, что вы, когда сюда придете, вы без товара нужного вам не уйдете 100%. Это говорю я про всем. То есть есть автомобилисты, есть садоводы, есть те, у кого, допустим, пасеки навернулись и все остальное. Есть, пожалуйста, все, что угодно. Сейчас еще раз продемонстрирую, но это будет отдельная тема беседы. Потому что мы сейчас говорим о том, что здесь реально можно купить еще дополнительные. Так вот, дополнительная тема, весьма интересная. Весьма интересная дополнительная тема. Вот эти все, если вы хотите, вот эти все подшипники, подшипники, подшипники. То бишь, ребят, давайте все-таки вспомним молодость былую и царицу удалую. Что в этой жизни умели делать то в шкоре, естественно. Гайки крутить. Но это можно сделать и сегодня, и сейчас. То есть я сейчас кое-что объясню. Мне еще показали, что необходимо показать такие замечательные французские подшипники. Есть, действительно, да. Вот это все здесь есть. То есть зачем платить деньги товарищу, который оценивает свой труд как генератор нового автомобиля? Вот это возникает вопрос. Неужели сложно взять аккуратненько, выпрессовать? Это делается легко и просто. Сняли подшипничек, поставили новый, и все, и ваш генератор работает. Также может работать замечательный стартер. Кроме всего прочего, здесь различные подшипники. И мало того, если таких подшипников не хватает, есть у нас одна контора, почему-то она со мной не работает. Ну, так вот, не работать с этой конторой, приходите сюда. Приходите сюда, закажете подшипники. Если не существует здешних, то вам 100% привезут достаточно быстро. Потому как, обратите внимание, здесь есть такие масявочные подшипнички, которые даже показать мне, вот такие маленькие подшипнички. Знаете, куда они становятся? Сейчас расскажу, куда. Такие подшипники, знаете, куда становятся? Печка. Печки есть такие, не забыли? А, да-да-да-да. Так вот, печка же так же разбирается, там обыкновенный электромотор стоит, у него тоже подшипники стоят. И вот там эти подшипники блыскаются, понимаете? Это еще интересно, когда современная печка есть, которую еще можно купить, ну, это про ВАЗ, газ и будешь ты ничего. Про УАЗики уже забыли? Ну да, про УАЗики же можно найти, а про ЗЛК все, приехали. То бишь, ломаются именно подшипники. Они встали, и печка начинает прокручивать или вообще не работает. Взяли спокойненько и поменяли, поставили, и работали. Вот, тема интересная, интересная, да, господа мои? Еще мелочи приятные, чуть позже расскажу, но вопрос очевиден для всех. Часто прокладки из резины наворачиваются в форсунках и в клапанах. В идеале вы к продавцам, но они нет, все в комплекте. То есть вы покупаете форсунки с прокладками, клапана с маслосъемными кольцами. То есть все должны вы сразу же купить. Здесь все немножко по-другому, я вас разубеждаю в этом. Любые прокладки из резины, от мизера до больших, есть в наличии. Устойчивые к маслу, устойчивые к износу, устойчивые к нагреву, устойчивые к перепадам температур, устойчивые как к жидкостям, так и к воздуху. Ну что, конкуренты, съели? Почему я сюда пришел первоначально? Первоначально я сюда пришел, потому что мне сказали, что здесь очень много резиновых изделий. Резиновые изделия все подряд. И была у меня такая мысль интересная, то бишь у меня... А вы не знали? Так вот, стандартные пасеки, которые работают на DVD-проигрывателях, на магнитолах и на всех остальных, где бы вам их найти-то можно было? Мне сказали, зайди да посмотри. Я пришел, посмотрел и сделал. И поверьте мне, это была вообще изумительная тема. То бишь пасеков разных много, от и до. Немножко не все в наличии, но в большинстве случаев-то все есть в наличии. То есть вы спокойненько ставите и работаете. Но тем не менее, давайте все-таки определим, что это за прокладки. К слову о том, вы же сюда автомобилисты, приезжали бы бы. Так вот, различные прокладки бывают на чем у вас? На форсунках вы забыли. Да, господа мои, вытащили форсунку, а там, извините, прокладка сгнила или высохла целиком. Что делать будете? Пойдете за новыми форсунками? Ну да вперед из песни. Только вы не думайте, что новые форсунки стоят копейки. Нет. А вместо того, пришли бы сюда со своими форсунками, ну взяли, или бушную, или без разницы, даже можно с коцаной прокладкой, в смысле с коцаным звеном из пластика. А все, сейчас выскочит у меня из башки. Да-да-да, имеется в виду из резины. Пришли сюда, посмотрели и точно-точно определились, никуда бегать-то не надо. То есть мне говорили, что это мир адекватных цен. Так я еще скажу, что не только адекватные цены, эти лучшие цены, поверьте мне. Зная о том, что этот сюжет идет в автостоп. Потому что все, что мы говорим, это является для автомобилей естественно. Про ремни разговор особый. О, сколько времени и сколько нервов мной испытанных, когда валится ременная передача. Заменить, опять ждать и без машины неделя, как вам типа объясняют поставщики или две. Мне проще, я на велосипеде. Но проще ли тому, для кого транспорт и это жизнь? А если идет уборка или посевная, там день кормит за год. Сидеть будете? К слову, вертолет без ремней не полетит. К слову, о стиральной машины, без ремня это достаточно тяжелый агрегат дома. А ждать? А может заехать на вокзальную 82 и ждать не придется? Если честно, если честно, если я проходил в тех местах, где ремни продавали, я после того, как я посетил это место, вот после этого места, знаете сколько здесь ремней? Сколько здесь ремней? 10 тысяч ремней разных. На все. На все. Так, давайте определимся. Машины на все. На комбайны, естественно. На бензопилы, не бензопилы, это культиваторы, естественно. Это называется мотоблоки, да, снегоуборочные машины, да, на самолет, на вертолет даже есть, да-да-да, приходили с комбината на вертолет покупать ремни. А вы не знали, так знаете, господа мои. А, еще есть у вас ремни, знаете, на что? А, у вас это, что стирает? А, стиральные машины, да, естественно, есть на все, на все есть ремни, представляете? И, к слову, про цену мы говорим. Я вчера видел человека, который покупал себе ремень ГРМ. Не просто ремни, которые работают на что? Которые работают на перенатяжение, допустим, цепи генератора. Есть все от и до, а еще и на ГРМ. А вы не знали, а вы не знали, так знаете, что и на ГРМ здесь есть качественные ремни. И человек, который брал этот ремень, он был очень-очень сильно удивлен. Ему показали чуть дороже, он взял чуть-чуть дешевле. Но, тем не менее, все было от и до. И следующий вариант, да и вообще, если что-то куда-то случится, я даже не буду никуда бегать, поверьте мне. Я просто возьму свой ремень, я 100% возьму свой ремень. К слову о том, что здесь разные ремни, ручьевые, шестики. Вы даже не представляете, сколько здесь ремней есть, почему вас здесь нет? Объясните мне, куда ехать? Вокзальная 82, не понимаете? Объясняю 100%. Мы вроде про резину говорим, но в чем качественная резина отличается? Тем, что она может, сдвигаясь по клапану, снимать любую жидкость, тем самым убирая вашу масляную проблему. Или не масляную. Хороший сальник может держать давление в разы больше, чем несколько атмосфер и не ломаться. Не слышали? А есть на вокзале и такое. Что я вам демонстрирую прямо сейчас? Я вам показываю сальники. Есть всякие, любые разные сальники, представляете? Такие сальники, мелкие сальники для всего. Вот этого. То есть вот такой сальник, это скорее всего даже не знаю куда. Но в принципе есть такие сальники, которые вы можете поставить на полуолоси. Я понимаю, что, допустим, машина типа у вас, типа вазик, они сразу идут. А если, допустим, другая машина с полуолоси, ну какой-нибудь, допустим, хороший джипец, вы этот сальник сколько будете искать? Но сколько вы будете искать сальника? Потому что, извините, у вас масло потепло. Та-та-та-та-та-та. Сколько вы будете искать? Я думаю, что бесконечно долго. Или заехав сюда на вокзале на 82, вы это сможете выбрать. К слову о том, что сальники есть абсолютно разные. То бишь, мы же все-таки про автомобили говорим в очередной раз. Достаточно часто случается, что вроде прокладочка еще живая, а в колодцах, где свечки стоят, уже маслица. Что это значит? Это значит сальнички из вас накернулись. Та-та-та-та-та-та-та. Так смысл брать новый? Когда приезжаете сюда, просто саму возьмите крышку. Выберите спокойненько. Здесь можно выбрать легко, поверьте мне. И вы даже ехать никуда не нужно будет. Уедете с нормальными сальниками. Чем ли это не ваше правило? Тема-то другая, но тема освоенная этой точкой на вокзале 82. Хомуты, господа мои, не косяки коих очень много в магазинах. И у меня возникает вопрос. Вам сложно дать нераскручиваемые хомуты? Наверное. Сложно? А иначе ваше существование закончится. Так вот, я бы всем вам порекомендовал за изделиями из резины сюда. Как и за хомутами, естественно. Так вот, мне, конечно, сложно об этом говорить, но я с этим делом столкнулся. Я ехал как раз из Уфы. Есть такое у нас место, тещины. Слышали такое место? Слышали. Так вот, я разогнался, и у меня блызнулся этот шланг для посола. Просто развалился целиком, представляете? Такие вещи случаются, потому что не всегда, но бывают такие вещи. И что мне пришлось сделать? Мне пришлось все это делать, состыковывать. Просто если бы я знал, что мне более ехать никуда не нужно было бы, я приехал бы, естественно, сюда, потому что даже состыковывать ничего не нужно. Здесь есть все, что нужно. А если есть и проблемки, то снизу вот эти переходить не знали. Ах, я сам этого не знал, поверьте мне. Что же касаемо дальнейших вещей, вот тоже влетают люди отдельные. То бишь иногда у человека, допустим, развалился глушитель, просто рассыпался. В принципе, при достаточном количестве мозгов можно этот глушитель быстро переделать или сделать по-другому. Ну, пункт номер один. Вы можете, естественно, взять кусок металла, согнуть его и поставить вот эти замечательные. Все, едете дальше. К слову о том, что есть люди умные. Ну, если нет умных людей, то, в принципе, заезжайте сюда. Причем хомуты есть в любых модификациях. К слову о том, что есть такая дивная машина под названием Nissan. Ничего не буду дальше говорить, но из-за разряда того, что взял Nissan и занимайся любовью сам. Кое-что там вообще никаким боком не открывается. Да, я сейчас покажу. Вот эти штучки. Аккуратненько. Не смогу сделать, потому что здесь нужно что-то серьезное. Возьмите его в лоскогубцах и зажимаете. И все. И вот эта штука не развалится никогда. Клево. И это все здесь. Не ездить никуда. Прежде чем куда-то подумать и собраться, вы лучше заедете на вокзале на 82. Посмотрите. Может быть ехать-то никуда не нужно. И вы любой автомобиль, да не только автомобиль, все что угодно из этой жизни можете отремонтировать здесь. Дальше еще интереснее. Шланги, параниты, транспортерные ленты. Начинаем со шлангов. Все, понимаете? Все. Докатываем. Лучшие бензостойкие шланги на вокзале на 82. Для любой техники. Для всей здесь есть. То есть народ тупит, но поверьте тем, кто качает наши отходы. Кстати, неплохой бизнес. И зарабатывают на этом. И для него лучшие шланги здесь. Как и любимый огнестойкий паранит. Я ничего не буду говорить. Я как-то ходил за этим дивным паранитом. Мало того, я знаете, куда ходил? Сейчас вам расскажу. Это было Пато. Там еще машины, автомобили большие делали. Грузовики. В смысле не грузовики. Там делали автобусы. Да-да-да-да, там делали автобусы. И сказал, кто бы мне сказал, что, Леша, приди сюда. Потому что здесь паранит есть и вообще любой. К слову о том, да, я тоже обучался, естественно. Был еще в школе. А вы не знали? Да, кое-чему я обучался в школе. Как можно было из паранита делать прокладки. Мне сейчас нужен паранит. Я даже знаю, куда я пойду. Потому что я спокойненько возьму здесь то, что мне нужно. Различной толщины. Различной. И сделаю себе нужную прокладку. Потому что паранит, извините, в нем волокна получается асбеста. Не слышали? Расскажу. И вот этот паранит, в котором волокна асбеста, он не горит вообще фактически. Потому что, чтобы асбест еще накорить, это какая температура-то нужна? К слову о том, что здесь есть другие штучки интереснейшие. Да, допустим. Вот такие. Это для тех, у кого аппараты есть различного приготовления. Но есть еще то. Сейчас попробую это поднять, если получится. Не буду попытаться. Но посмотрите, попытаюсь еще. Вот это очень тяжелая штука. Это резиновый крутой уплотнитель. Знаете, куда его делается? Сейчас расскажу. Все приедете сюда. Все-все-все-все-все. Все, кто занимается, у кого подъемники есть. Вы забыли, да? А такое не случается, что у вас прокладка, которая была на домкрате, лопнула? Ну, бывает же такое, да ведь? Да, не бывает. Так вот, бывает. Потому что она из никакого состояния. Ну, маленькая. Допустим, она рассчитана на тысячу подъемников. А тысячи первые приехали. Так берите спокойненько, вырезайте грамотно. Мало будет, вам нарежут прямо здесь. Понятно? То есть, все здесь. Абсолютно все. К слову, о том, что мне вот эту штуку вы продемонстрировали, да? Вот эта штука тоже интересная. Вот, раньше эта штука укладывалась где? Не знаете где? Сейчас расскажу. То бишь, брались обыкновенные бревна, да-да-да-да, стандартные бревна. Знаете? Бани. Ну, бани, дома. Помните раньше? Некоторые из срубов делались. Ну, сруб такой, квадратики. А некоторые просто. И вот эта аккуратно вкладывалась. И вы представляете, она очень пластичная и хорошая. И вот по сути событий, если бы сейчас можно было бы баню себе сделать из сруба, к слову о том, господа телезрители, если вы это можете сделать, если у вас есть баня, я сделаю для вас материал и положу вот на эту штуку. И вот тогда баня у меня точно не промерзнет и бежать никуда и не нужно будет. Да-да-да-да, это все можно сделать. И опять же, где мы берем все это дело? Естественно, здесь, на вокзальной 82. Не слабо, а то. Все, что есть везде и не по многу, все это есть на вокзальной 82. Тема, конечно, другая и не совсем автомобильная, но другой вопрос. Даже водителю кушать хочется. К слову, без полива может что-то и вырастет, но с поливом все растет быстрее. То есть все неломаемые шланги для дома, дачи, сада и села и деревни здесь же. К слову, все нормальные деревни и села рядом с водой. Так что, если вас реально достал гнутый мерзкий шланг, впаренный вам типа продавцов товаров для сада, так может быть забыть об оном и приехать и купить то, что проживет без проблем определенный срок здесь. Да вы что, да вы что, да вы что. Вообще-то, как бы, ну, покупатели говорят, что это клондайк. Так оно и есть. Вот вопрос, почему у вас здесь нет, потому что вы не знали. Ну так это хорошо, потому что есть автостоп, который вам все это дело демонстрирует. К слову, о том, что не всегда люди смотрят автостоп, думая об автомобилях. Не, не всегда. К слову о том, что вот и тут, и там, и везде, и всюду есть замечательные шланги для полива. Вы забыли. Нет, я так же занимаюсь и так, что мне все это дело естественно очень сильно нравится. И к слову о том, что при покупке грамотного шланга для полива я получаю максимальное удовольствие. Вы даже не представляете, он не гнется. Вот эти все шланги есть. А ехать куда нужно-то? Так куда надо ехать? Берем спокойненько то самое местечко, то есть где вокзальная пересекается с советской. Тут такое помещение есть, мимо проезжает трамвайчик, другого варианта нет. Прямо вокзальная пересекается с совет, другого варианта не существует. Опускаемся вниз, вокзальная 82 и получаем реальное удовольствие. Если честно, я вам всем рекомендовал перед тем, как вы будете бегать, искать, куда-то тусоваться. Нет, зачем? Просто придите сюда, посмотрите. Реально посмотрите. Возьмите небольшое количество. Большого количества, кстати, тут и не нужно. И если честно, вы все это дело быстро-быстро разберете. Потому что эта вещь очень интересная. Особенно для тех, кто хочет есть качественные продукты питания, а не то, что вам предлагают сетевики. Не-не-не, я, если честно, еще раз говорю, много чего видел в этой жизни. Еще ни разу не видел человека, который перед посадкой кушал бы к семенам. Они все пропитанные. Вам нужны пестициды или вы все-таки будете есть нормальный, самовыращенный продукт? Думайте сами, господа мои. Только потом не говорите, что у вас рак возник. Вдруг откуда ни возьмись выучился ваш рак. Думайте сами. Я уже от этого дела отошел. Все, что я кушаю, я выращиваю своими руками. Еще тема для сада, огорода, гаража и сервиса. Транспортерная лента. Кто-то может положить дерево. Только срок дерева это максимум 10 лет. Потом прогнивает. Срок транспортерной ленты в разы больше. Разов 3-4 или 5 она проживет больше, чем дерево. Причем, сможете ли вы столько прожить? Я не знаю. Ну дай бог то. Причем лента самой разной конфигурации и ширины. Ух как. Да, да, да. То есть за резиной. Ну не за колесами естественно. Колеса другие товарищи продают. А затем без чего жизнь напрягает. Решается просто. Простым визитом на вокзальную 82. Я честно был не просто очарован. Я до сих пор не понимаю почему. Почему я в первый раз зашел сюда. Потому что естественно есть все подряд. И к слову о том, что это наверное все таки кладезь какой-то. Даже невзирая на то, что это подвал. Ценники настолько впечатляющие. И количество резиновых изделий в любой конфигурации. Будь то ремни. Будь то шланги. Будь то прокладки. Будь то сальники. А кстати и подшипники естественно. Очень, очень реально много. Зайдите и посмотрите. А потом поделитесь со своими ближайшими родственниками. Потому что это то, что доктор прописал. Сюда надо приходить. Однозначно. Доброе место. До свидания.